В 96-м году в Тольятти убили одного из самых известных в городе Воротил автомобильного рынка. Алик Гасанов открывал ногой двери высоких чиновников и был кошельком мощной ОПГ, которой руководил Дмитрий Рузлеев по кличке Дима Большой. Вместе они кинули автоваз на десятки миллионов долларов. Но Гасанов погиб в день роскошного празднования своего дня рождения. Его заказали конкуренты, тоже греющие руки на продукции автоваза. Ситуация менялась буквально по дням. Не успел кто-то прорасти, проклюнуться новый авторитет, его уже убивали. Неприкасаемых не было. Бизнес-империю Алика решила восклавить его вдова Оксана. И как только она объявила свои права на масштабный бизнес, в ее офисе появились страшные бандитские рожи и потребовали отдать им все без лишнего визга. Но Оксана не испугалась. Стала лично ездить на стрелки и пытаться выторговать для себя выгодные условия сотрудничества с криминальным миром. Ее сгубила замашки, которые ей передались от Гасанова. Она посчитала себя императрицей. Бизнесвумен, то есть женщин, которые наравне с мужчинами зарабатывают большие деньги, в то время было еще очень мало. И бандиты категорически отказывались серьезно воспринимать каких-то баб. Вести дела с такими, как Оксана, им казалось просто немыслимым. Баба нужна для веселого отдыха или организации быта. Серьезный базар с ней невозможен. Вот она просто неосторожно влезла во всю эту историю. Ей нужно было, конечно, бежать отсюда после смерти Алика, продать активы. Оксана решила, что должна найти себе крышу. И стала любовницей Александра Милованова, одного из крестных отцов Тольятти. Он говорил ей, что защитит от всех наездов, и вместе они заработают миллионы. Оксана была красивой женщиной, умела нравиться и быть эффектной. Но про личные качества вдовы Алика Гасанова в городе ходили неприятные слухи. Говорили, она кокаин во всю все потребляла. Ну, капризная, сбалмошная была женщина. Но, несмотря на крышу в лице Милованова, бизнес Оксаны продолжали рвать зубами. И в итоге любовник ее бросил, и она осталась со всеми проблемами один на один. Ее главными врагами были братья Поповы. Бандиты, которых в городе называли безбашенными и очень жестокими. Общий язык Оксана с ними не нашла. Ее судьба была неинтересна никому. Она никакой погоды не делала. Она пыталась, документы там, все, когда убили мужа, на себя передали, но ей не дали. И братья Поповы решили убить Оксану. Выполнить их заказ взялся ее бывший любовник Александр Милованов. Ему пообещали за устранение ненужной бабы в 50 тысяч долларов. Он выпустил в нее шесть пуль посреди белого дня, как это принято было тогда в Тольятти. Число жертв вообще по этих войнам, оно достигает тысячи человек. Но я думаю, это не все, потому что, как на всяких таких войнах, очень много пропало без вести. То есть человек уходил, уезжал из дома и исчезал. Многие не найдены до сих пор. Продолжение следует...